Встреча с Украиной 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 Полторак также Добавил, что в Нацгвардии Создано танковое подразделение Которое сейчас Проходит обучение На въезде в столицу Правоохранитель Добровольческий батальон Задержал машину С оружием Об этом сообщается На странице батальона Киев-1 В соцсети Во время осмотра машины Обнаружили Гранаты Запалы Около 300 патронов И дымовые шашки Автомобиль Направлялся В столицу Из Черкас Остальные подробности Сейчас устанавливаются Генеральный секретарь ООН Пан Гимон также поприветствовал соглашение о прекращении огня на востоке Украины и призвал стороны полностью выполнять минские договоренности. Такое заявление обнародовал представитель генсека Стефан Дюжарик. При этом подчеркнул, прекращение военных действий позволит ООН и другим международным организациям доставить пострадавшие районы крайне необходимую гуманитарную помощь. В связи с этим Пан Гимон также призвал международное сообщество поддержать минские договоренности. Важным элементом реализации прекращения огня и мирного плана должны стать авторитетное и всестороннее наблюдение и контроль. Пан Гимон настоятельно рекомендует всем, кто принял обстоятельства в рамках этого соглашения, проявить добрую волю и сделать конкретные шаги для полной и эффективной реализации. Пакет новых санкций ЕС против России официально примут в понедельник путем письменной процедуры. Об этом говорится в письме Германа Ван Ромпе и Жуземана Элеборозу, членам Европейского совета. На данный момент Еврокомиссия уже подготовила. Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал новые ограничения в отношении Москвы. Они касаются доступа к рынкам капитала, оборонной промышленности и товарам двойного назначения. Евросоюз подготовил также дополнительный санкционный список в отношении представителей самопровозглашенных республик, так называемого руководства Крыма и российских чиновников и бизнесменов. В Украине сегодня вступил в силу закон о высшем образовании. В связи с этим премьер-министр Украины Арсений Аценюк отмечает необходимость четкой реализации документа и выступает за патриотическое воспитание молодежи. Глава правительства высказался за предоставление учебным заведениям реального статуса автономии. Арсений Аценюк также сообщил, что 1 600 студентов из Крыма перевелись в вузы материковой Украины и 11 000 абитуриентов Донбасса поступили на первый курс в других регионах. Закон действительно хороший и надо отдать должное, что практически все, чем мы занимались в течение последних трех лет, нашло отражение в этом законопроекте. Единственная проблема – долгий путь от написания документа до его выполнения. Поэтому закон – это инструмент. Это текст, обязательный текст. Но документ ничего не стоит без людей, которые его выполняют, без желания ректоров, и это мое обращение к вам. Помочь украинским военнослужащим, пострадавшим в зоне АТО, можно будет, приняв участие в благотворительном марафоне 28 сентября. Пробежать два километра и тем самым поддержать солдат. О подробностях мероприятия узнавала наш корреспондент Вероника Сектым. Сильное духом – так называется благотворительный забег, который проведут в рамках киевского полумарафона. Организаторы мероприятия и волонтеры решили помочь украинским солдатам и отправить собранные деньги в главный военный госпиталь Минобороны. Чтобы принять участие в забеге, необходимо заплатить символическую сумму – 100 гривен. Подготовиться к марафону можно на бесплатных тренировках по субботам. На благотворительный забег зарегистрировалось пока что немного людей, но где-то порядка может быть 200-300 человек. Но мы рассчитываем на то, что регистрация будет идти еще в день выдачи стартовых пакетов, и тогда будет очень большое количество. Пробежать дистанцию можно будет в патриотической футболке с изображением украинской символики от художника Андрея Ярмоленко. Стоимость одной – 150 гривен, 100 из которых станут благотворительным вкладом. Пропонуем всем нашим друзьям, знакомым, разным людям подключиться к такому мероприятию. Мы считаем, что таким образом сможем собрать необходимую сумму для наших ребят. Кевлянин Виктор Корженко спортом особенно не занимается. Однако решил поучаствовать в забеге и таким образом внести свою лепту в помощь украинским военнослужащим, раненым в зоне АТО. Поэтому Виктор сейчас активно готовится к забегу. Своим собственным примером, своим детям я хочу показать, что мне не безразлично то, что происходит. И я хочу, чтобы мои дети брали пример именно с меня, а не с кого-нибудь другого. Зарегистрироваться в марафоне можно будет до 28 сентября. Организаторы обещают, что сразу же после мероприятия отчитаются, сколько денег было собрано и на что их потратили. Поэтому все участники могут быть уверены, что все собранные средства от благотворительного забега действительно пойдут на помощь украинским военным. Вероника Сектым, Асан Эминов, БТБ. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok